Все. Переходим к разделу Матчи. Приветствую. Вопрос по построению геймплана. Этапы проработки геймплана до стейджа во время знакомления. Основные моменты, на что обратить внимание, как запоминать мишени. Что делать, если сбился при прохождении. Как тренироваться для построения геймпланов дома? Спасибо. Начну с конца. Как тренироваться для построения геймпланов дома? Практически никак. Единственное, что есть специальные программки компьютерные для запоминания. Я не могу сказать, как они там называются, потому что никогда в жизни сам не использовал. Ну, знаете, там, когда летают в трехмерном пространстве, всякие шарики выделяются определенным цветом. И вы должны за ними следить, как бы, и потом выбирать, где они находятся. Различные там детские игрушки подобного типа. Ну, не более того. То есть дома это достаточно сложно сделать. Это делается в основном только на матчах и именно под стрессом. Этапы проработки геймплана. Это очень интересный вопрос. Значит, первое, что нужно делать, когда вы пришли на упражнение, это внимательно слушать брифинг. И слушать количество мишеней, которые на этом брифинге есть. Стартовое положение. После этого вы должны, пройдя по упражнению, четко совершенно насчитать то количество мишеней, которое указано в брифинге. Не больше, не меньше. А именно то, и вы должны быть в этом уверены. После этого эти мишени разбиваются на группы. И позиции, с которых вы их стреляете. То есть с этой позиции вы стреляете вот эти мишени, с этой позиции те, с этой позиции те. На каждой позиции вы должны визуализировать, запомнить именно те мишени, как они поражаются. И понять, какое их количество. То есть визуализация это обязательно. То есть обычно первый проход я прохожу, нахожу все мишени. На втором проходе я распределяю по группам. Третий проход. Мы проходим, как правило, понимаем, как входим в позицию и как выходим из позиции. Как мы располагаем оружие. Чтобы все было безопасно. Что значит вход в позицию? Очень многие стрелки совершают большую ошибку. Они пытаются смотреть на мишени при перемещениях. То есть вот мишени за стенкой, мне надо в них попасть через этот порт. Они смотрят, смотрят на мишени, вот они через порт и начинают стрелять. Совершенно неверно. Вы должны находить себе на земле четкие совершенно ориентиры, где должна быть ваша нога в момент поражения группы. Потому что если вы придете четко по ориентированию, поставите ногу там, где вы это запрограммировали, вы 100% увидите именно те мишени, которые вы хотели поразить. И как вы их визуализировали до этого на ознакомлении. Сами зарядки лучше всего проектировать уже после того, как вы ознакомились с упражнением. Потому что это не имеет никакого значения в момент непосредственно ознакомления. Это просто трата времени. Ну, разумеется, если вы не идете первым на упражнение. Если вы идете первым на упражнение, то вам надо немножко заранее прийти, чем ваш сквот, на это упражнение, посмотреть, как его стреляет предыдущий сквот, уже какую-то информацию получить заранее. Лучше всего это сделать вообще на прематче, если матч крупный. То есть уже знать основной концепт упражнения, где, как, что вы будете делать, а потом просто чисто заниматься визуализацией. До стейджа. Во время ознакомления сказал до стейджа, еще раз говорю, то самое оптимальное это смотреть, как стреляют другие. При этом лучше смотреть, как стреляют стрелки высокого уровня. Потому что смотреть на то, как стреляют стрелки низкого уровня, как правило, это либо бесполезно, либо вредно. Добрый день. Мне кажется, что заданные вам вопросы ниже, по большей части немного банальны. Иван, лучше расскажите про ту сторону подготовки, про которую мало кто вспоминает. Я имею в виду психологическую составляющую. Расскажите, как вы себя настраиваете перед соревнованиями или во время их проведения, ну или на тренировках. Почему на заднем плане оконный профиль? Ну, оконный профиль на заднем плане были в том видео, которое я писал с вопросами. Это я был на работе, мне просто пришла эта идея в голову, и я решил записать работу. Я занимаюсь продажей, собственно, окон, всяких там петражей, зимних садов. Премиум сегмента. Как вы занимаетесь психологической подготовкой? Никак. Я не тренирую свою психологическую подготовку. Есть люди, которые в этом плане имеют проблемы, да, им, наверное, надо. Но, как правило, стрелок как таковой, в первую очередь, это состояние сознания. Человек, который не в состоянии сконцентрироваться, не в состоянии немножко отстраниться от всего происходящего в момент выполнения упражнения, как правило, стрельбе не остается. То есть, это сначала надо иметь немножко такой склад характера, что ли. То есть, надо быть спокойным, равновешенным, четко понимать, что вы делаете, концентрироваться на процессе. Ну, как-то так. Естественно, есть там психологические тренинги, в том числе мозгом спорта их проводят, но мне они не помогли, не помешали. То есть, я там был ничего для себя такого, что прям вот полезного я не почерпнул. То есть, я и так, в общем-то, со всем справляюсь достаточно нормально. Ну, это чисто, ну, мои особенности как вот индивидуума. Перед соревнованиями, на соревнованиях, ну, как, не надо распыляться, то есть, надо быть сконцентрированными на процессе. Не надо слишком сильно переживать за результат или за то, что вы сделали не так на предыдущем упражнении. Ну, отстреляли упражнение, все, это уже пройдено, его не вернуть. На следующее упражнение вы должны выходить совершенно чистой головой, пониманием того, что вы делаете. Как я себя настраиваю? Ну, крупные соревнования, естественно, настраивать себя приходится, потому что нервы все равно, все равно они подкатывают, да. Ну, не пью кофе, пью чай. Я не употребляю никаких абсолютно препаратов энергетического свойства, типа там, гуараны, там, энергетиков, там, еще чего-то. То есть, я пытаюсь всегда быть именно в том режиме сознания, в котором нахожусь. На тренировках точно так же надо быть собранным. То есть, не надо на тренировках трепаться излишне, да, на какие-то отстраненные темы. Не надо смотреть на то, как стреляют другие. Не надо ни в коем случае запоминать или пытаться услышать чужое время упражнения. Это вас может сбить. Не надо ни в коем случае оценивать прохождение упражнений другими стрелками. Как более низкого уровня, так и более высокого уровня. Потому что вы никогда не знаете, как он реально прошел. Вы не видели его глазами. То, как это выглядит со стороны, это может быть либо быстро, либо медленно. Вы никогда не знаете, это реально было быстро или реально было медленно. Может быть, он там стреляет себе прям под ноги, там, в упор. Вы так можете. А вы посмотрели, оценили. Ой, как быстро я так не смогу. И все. И у вас уже пошло там психологически. Поэтому не смотрите на других. Следите за собой. На тренировках следите за своим прогрессом, за своими ошибками, за тем, что нужно исправить в своей технике. Пытайтесь это изменить. На соревнованиях думайте только о своем выступлении и больше ни о чем. Не думайте о том, что вы кому-то можете проиграть. Или у кого-то вы должны выиграть. Или с кем-то вы соревнуетесь. Даже со своими коллегами по клубу, с которыми вы стреляете в одном скводе. Надо думать только про себя. Потому что у нас не забег спринтерский, в котором вы всегда видите, как кто идет. А у вас борьба с собой. Так. Расскажи, пожалуйста, как правильно считать патроны во время прохождения упражнения, вечно заканчивая с полунабитым магазином. Обязательно ли менять магазин емкостью 10 на 12 патронов? Зарядка проще, но целая куча сложностей с распортировкой и хранением. Ну, конечно, не обязательно. Василий Плаксин, который многократный чемпион России, до сих пор стреляет то ли с 10, то ли с 11 местным магазином. Но 95% стрелков во всем мире стреляют в магазин на 12, потому что это такой оптимум, выстраданный временем. Что касается транспортировки, это вообще не проблема. Вы спокойно можете откручивать удлинитель и транспортировать с открученным удлинителем. Никаких абсолютно проблем с транспортировкой в этом случае нет. Я удлинитель не откручиваю. Я при транспортировке ружья просто вставляю ограничитель. Штырь такой внутрь магазина, и сколько бы вы туда патронов не заряжали, у вас никогда не будет больше 10. Вот как бы и так. То есть проблем с транспортировкой не вижу никаких. Как считать патроны на матче? Все очень просто. Вы всегда знаете общее количество мишеней на упражнение. Ну, например, 28. При старте в ружье у вас 9, значит, вам нужно зарядить 19 штук. 19 штук – это с запасом в один патрон 5 патчек патронов. Надо сразу же проектировать. Сможете ли вы отстрелять с одним-единственным дострелом целое длинное упражнение? Скорее всего, нет. Значит, надо программировать не 5 патчек, а 6 патчек. И каждую при геймплане, про построение геймплана, каждую позицию рассчитывать так, чтобы вы никогда не оставались с пустым магазином или с одним патроном в патроннике. Всегда надо рассчитывать с запасом. То есть, немножко подстелить соломки, как говорится, чтобы вы на каждую следующую позицию приходили с некоторым запасом по патронам в магазине. То есть, чтобы у вас не получалось так, что при каких-то случайных дострелах на группе у вас открывался затвор с зарядками на месте, потому что это самый большой вообще факап, который только может быть в стандартном классе. На этом теряется гигантское количество времени. Этого нельзя допускать и категорически. Соответственно, если вы рассчитываете свою зарядку впритык, то у вас должны быть, ну скажем так, внутренние сигналы. Вы понимаете, что вы промахнулись один раз, а у вас всего один в запасе. Ну значит, вам надо же сразу же после отстрела этой группы дополнительно заряжать пачку. Вот и все. Тут достаточно все просто. На самом деле, это тема для отдельного, достаточно объемного видео про построение геймпланов и про контроль расходов боеприпасов. Но в целом так оно и есть, вот как я сказал. То есть, надо совершенно четко понимать, сколько у вас мишеней должно оставаться в магазине еще в процессе построения геймпланов. Лучше, чтобы это количество было больше, чем нужно. И если вы в процессе подсчета, скажем так, в процессе прохождения упражнения, вы понимаете, что вы мажете, вы должны считать количество промахов. То есть, не количество выстрелов, которое вы делаете, потому что это сложнее, это больше надо считать, а количество промахов. Сделали один, но у вас там, к примеру, есть запасные два патрона, вы знаете. Ну и не переживайте, идете дальше. Но у вас уже контрольная лампочка мигает, что у вас уже один дострел есть. Где-то еще один сделали, ага, значит еще один сделал, значит, на следующей группе надо побольше закинуть. Вот и все. Все достаточно просто. На этом, дорогие мои друзья, это видео закончено. Надеюсь, что оно было интересным. Разобью его, скорее всего, на несколько частей, потому что получилось прям совсем долго. Буду выкладывать постепенно, чтобы подогревать ваш интерес. На этом все. Всем спасибо. Пока.